Добрый день, друзья! С вами Макс, канал Максим Лисовский. Коллеги, сегодня хочу вам показать очень простой, несложный рецепт сосисок молочных с сыром. Для сосисок мне понадобится мясо куриное, обрезки с курицы, с окорочков, с жиром, со шкуркой. Я не отбирал шкурки, друзья мои. У меня здесь по весу 2 килограмма 200 грамм, сыр полутвердый, порезан уже кубиками и сейчас я его отправлю в морозильник на подморозку, чтобы подмерз хорошо. По специям у нас идет соль поваренная 9 грамм на килограмм сырья и соль нитритная 9 грамм на килограмм сырья. На мой объем у меня здесь 10 грамм идет, 20 грамм идет поваренной соли и 20 грамм нитритной соли, а также 5 грамм на килограмм сахара, у меня здесь 11 грамм сахара. По специям у меня есть смесь специй, уже готовых я покупал в магазине, так вы можете взять себе специи какие вам угодно, на свой вкус. И еще добавим мы фосфат, 3 грамма на килограмм фосфата, у меня здесь 7 грамм, друзья мои. Приступаю, сейчас моя задача мясо перемолоть и все смешать вместе. Все, друзья мои, фарш перемолол на мелкую решетку два раза. Высыпаю все специи, я вам еще сразу забыл сказать, нам понадобятся сливки, можете молоко жирностью 3,5 процента, у меня сливки 15 процентов, пол килограмма. Сейчас все вымешаю, добавлю сыр, да, сыра у меня 400 грамм, друзья. Друзья мои, фарш хорошо вымесил до появления характерных нитей вместе со специями, добавил подмороженный сыр сюда, заранее подготовленный. Все, сейчас набиваю в сприц, вот у меня полиамидная оболочка сосисочная, диаметром 19 миллиметров. Друзья мои, у меня ее немножко осталось, если не хватит, буду набивать коллагеновую оболочку диаметром 50. Будут и сосиски и колбаска. Поехали! Итак, друзья мои, сосиски я уже набил, ребят, обвязал. Пока я набивал оболочку, обвязывал с супругой, сосиски наши оттеплились. Сейчас беру кастрюлю, ставлю на варку, а уже покажу вам полностью готовность. Воду доводить будем до температуры 80-85 градусов, а готовность в наших сосисках должна быть 68-70 градусов. Ждите, не переключайтесь, дальше будет вкусно. Коллеги, сосисончики готовы. Значит так, с момента включения газа прошло ровно 40 минут, пока достиг температуру 80 градусов. Друзья мои, пока достигал температуру 80 градусов, сделал контрольный замер, а оказалось, наши сосисоны уже готовы, друзья мои. Уже была температура 79 градусов, я быстренько вынял, быстренько опустил в холодную воду и под проточной водичкой минут 20 делал, как говорится, тушевание. Они остыли. Сейчас я смотрю, сыр еще он, скажем так, не схватился. Он будет такой, знаете, еще пока вяленький. Надо сосиски отправлять в холодильник на отдых, и чтобы сформировался сыр. Ну, сейчас посмотрим. Одну я возьму, попробую на дегустацию. Удержаться невозможно. О, цвет я уже сдалека вижу, что красивый. Друзья мои, вот это сосисончик. Эх, а ну на аромат. Ох, вот это они пахнут вкусно, коллеги. Так, давайте сделаем на срезе. Опа! О, смотрите. Так, как бы вам показать? Вот так вот. Вот вам и сыр, пожалуйста. Красиво, красиво получилось. А ну, сделаем сейчас еще один надрезик. Оп! О, с сырком. Так, супер, друзья мои, а ну пробую. Аромат, конечно, шикарный, еще раз повторюсь, шикарный аромат. Друзья мои, а сыр аж... Ммм, аж тает во рту, коллеги. Вот это супер! Бомба! По сольке, по специям, сочные. Я бы даже сказал бы, очень сочные, друзья мои. Ну, разве это не красота? Вот так. Класс, друзья мои, рекомендую, коллеги, не пожалеете. Кто еще не делал, возьмите, сделайте. Это очень легко, легко и просто. А с вами был, как всегда, Макс, канал Максим Лисовский, самого наварения кулинария. Друзья мои, напомню, есть у меня второй канал, Максим Лисовский, аквариумистика. Приходите в гости, буду вам рад. Ссылочки есть в закрепленном комментарии, ссылочки есть в описании под видео. Ставьте лайки, комментируйте. На все ваши комментарии, прошу прощения, с удовольствием отвечаю в ближайшее время. На этом пока все. Я с вами не прощаюсь. Как всегда говорю вам, па-па, друзья мои.